ему, аль не исполнишь слова родительницы, тогда помирать мне аль как? На голову ей сыплются тополёвые листья и сам Прокопий стал молодым и почувствовал в себе мужчинскую силу. Так и прокинулся ото сна. Встанет черно, как в преисподней, рядом тёплая спина Мелании. Близкая и совершенно непонятная, Мелания спит в холщовой кофте и юбке. А мне-то эко и привиделось. И ещё теснее прижался к спине невестки, обнял её и погладил ладонью по груди. Сонное тело Мелании стало особенным и таинственным. И как бы в ответ на ласку Мелания потянулась и повернулась на спину. Прокопия Веденеевича в жар бросила. Сам расстегнул ковтёнку Мелании и посунул от неё ребёнка. Экая, экая, благослови Господи, и Богородица Пречистая читал про себя молитву. Прокопий Веденеевич не в силах сдержаться, хоть бы во сне всё свершилось, Господи. Наработалась невестушка за день с серпом не проснуться. Прокопий Веденеевич ласкает, нежит её. И снится Мелании рядом с нею Филя, но не тот уволень, которого знает, а другой, нежный, сердечный, душевный. И она отвечает ему теплом, Господи, помилуй. Мелания проснулась от тяжести и не сразу разобралась, что с ней и кто с ней. Филя? В ответ что-то невнятное и будто чужое. Ай, Господи, ты, Филя, испугалась Мелания и руками дотронулась до бороды. Нет борода не Фили, кто же, уж не свёкор ли? Крепкие руки вцепились ей в плечи, как лапы зверя. Боже, Боже мой, кто это? Назвать свёкор язык не поворачивался. Попыталась вывернуться и не смогла. Тихо, сдавленно, всхлипнула. Вылез Прокопий Веденеевич из стана, облегчённый и довольный. Он исполнил волю родительницы. Хоть с опозданием, но исполнил. Поглядел на рясные звёзды. Заполночь перевалила. Помочился возле берёзы и вернулся к стану, присел на корточке возле пепелища. Раздул тлеющие угли, сунул берёзты и огонь занялся. Помолился, глядя на малую медведицу. Где-то там, среди звёздочек, витает нетленный дух матушки. На зорьке поднялась Меланья и вылезла из стана, глаза уронила в землю. На щеках разлился стыд. Прокопий Веденеевич с небывалой для него обходительностью усадил невестушку возле костра на лагун и укрыл спину Меланья суконной степанидиной шалью с кистями, чтобы не простыла. Сам присел на корточке и, кряхтя, подсунул берёзовые кругляши в огонь. Над костром на крючке свешивался прокоптелый чайник, а в чугуня, поставленном на камне, варилась картошка. И голос даже переменился у Прокопия Веденеевича, когда он заговорил, что поселенцы сосновские одни управятся со пшеницей и заскирдуют её в поморские клади, а там и молодьба подоспеет. Но нехозяйство вести надо умеешь. Война хлещет, гляди, как бы не началась грабиловка. Выскребут хлебушка у мужиков, но да с умом жить не выскребут. Долго ли война-то будет? Маракую так, в год не развяжутся. Схлестнулись царства с царствами, должно выцадят друг у друга кровушку. А посля кто посвежее, сверху прихлопнет и мир настанет. Для одних царств с голодом, для других с прибытком. Как же Филя, тятенька? Филя? При своей линии. Мекина не зерно. Вспари брюхо, развеется по ветру и ничего не останется. От Фили доброго приплода не жди, праведника не родишь. Мекина на Мекину пойдёт. Меланья горько вздохнула. Он же мужик мне, тятенька. И что? Прокопий Веденеевич подвинулся ближе и как бы не взначай положил руку на колено невестки. Щёки Меланья вспыхнули, а свёкор поучает. Неси свой крест при тайной крепости веры. И твой верх будет. И я в том пособлю. У невестушки захолонуло сердце. Грех-то, грех-то, тятенька. Не грех, а святость, коль по верованию. И сказано в Писании. Аж щечерь твоя в руце твоей, паки чада неразумная. И мучь её, и плачь, не сделай беды. В единоправстве веры да не погибнешь зле. Из-за всего сказанного Меланья уразумело одно. Не суперечь, щерь, Господня, повинуйся. Сон, но не мне привиделся, продолжал свёкор. Касаемый нашей жизни. Матушку давно в таком светлом сиянии не видывал. Царствие ей небесное. Реченье вела, вещий сон. Чёрные ресницы Меланьи дрогнули, как крылышки мотылька, и вспорхнули вверх. И ты была там. Где? В том видении, какое мне привиделось середь ночи. Матушка говорит, иди сюда, Прокопий, и я пошёл. Иду, как спаситель, поморю и ног не замочил. Подала мне матушка твою руку, мягонькую, белую и тёплую, говорит. Иди с ней и родей в святости. Радость великая будет. Даст тебе Господь внука. И тот внук, как твердь белокаменная, в праведную веру войдёт. Меланья нежива, не мертва. Ноги и руки точно жидким огнём налились, а голос Прокопия Веденееча умиротворённо журчит, обволакивает, как дымом. И тут явилась ты, Паки, Ева, когда её Господь создал из ребра Адамова. И тело твоё прислонилось ко груди моей, а со стороны голос слышу. Возьми её, Прокопий, она твоя рабица. И руки твои я, как крылья птицы, легли на плечи мои. И нету силы убежать от тебя. Кипенье прошло по жилам, и стал я парнем вроде. Господи, благослови, сказал я, и ты взяла меня к себе. Очнулся я, прозренный, и вижу, совершилась воля твоя, Господь. Прокопий Веденееч перекрестился. Богородица Пречистая отозвалась Меланья, едва переводя дух. А голос Прокопия Веденееча вопрошает. Аль тебе такой сон не привиделся? Нет, грех-то, грех какой. То не грех, а благодать. Кали по воле Святого Духа свершилась, и ты не суперечь тому. Беду накличешь. Филе-то, филе-то как? За Божье, пред Богом в ответе. В карих расширенных глазах Меланья и страх, и смятенье духа. Можно ли так поступить по истинной вере, спрашивает себя Меланья, и тут же гонит сомнения. Знать тятеньке ведомо, как должно. Про сон-то правда, тятя? Христос с тобой. Истина так свершилась, как сказал Исон и Явь. И матушка узрил, как вот тебя сейчас. И ты явилась перед глазами моими, голая Паки Ева. Свят-свят, к добру ли? Родительница к лихости не явится, потому как я сын ее, плоти и кровь едины. Господи, хоть бы к добру. Крестила руки на груди Меланья, не в силах подняться с лагушки. Я ведь во всем повинна, тятенька, сами видите. Только чтоб поверить, как в Писании. Истина так поддакнул Прокопий Веденеевич. Вот, придем домой, родить будем, и я прочитаю тебе откровение Моисеева про дочерей Лота, как они проживали в пещере, когда Господь Бог покарал нечестивых садомцев. И сказала старшая дочь младшей, отец наш старый нету человека, который бы спал с нами. Тогда они напоили отца вином, и каждая спала с родителем. Смыслишь ли то? И сделались обе дочери Лотова беременны от отца своего. И родила старшая дочь сына, и нарекла ему имя Моава, что означает от отца моего. Ой, всплеснула ладошками Меланья. Уж ли правда? Ах, стись, про Божье Писание толкую, а ты окое слово кинула. Прости, тятенька, да ведь отец-то, отец-то, и что? Для Бога мы все, как есть дети, веровать надо, без пререкания и оглядки. Верую батюшка потупилась Меланья. Оборони Бог суперничать Создателю, кару накличешь, и на себя, и на плод свой. Помолимся, чтоб дух очистить, пред Господним небом. Стали на колени рядышком, и, глядя на восток, долго молились на небо, сплошь затянутое воглыми тучами. Приобщившись к Богу, Меланья пошла в стан за дочерью. Чайник вскипел и брызнул через крышку на огонь. Прокопий Веденеевич снял чайник с крючка, сходил в стан, разбудил там худенькую няню Анютку и вынес продукты. Меланья присела возле огня и дала грудь дочери, Прокопий Веденеевич опять укрыл ее плечи теплой шалью, и все смотрел, как тыкалась мордочкой в грудь матери, смуглявая внучка. Ишь, как сосет. Старательная. Вся в тебя удалась, слава Христе. Кабы выросла такая же работящая и кроткая, как ты. У Меланья от такой хвалы лицо посветлело. Все мои капли собрала. Хоть бы не переняла Филину сонность. Обрани Бог. В меня, в меня будет. Дай Бог. Наелась, поди. Дай мне повожусь. А ты с ней собирай. Впервые за все замужество Меланья вздохнулась легче. Свекр, свирепый и жестокий человек, от взгляда которого у Мелани леденело сердце, заговорил вдруг с ней с таким вниманием и сердечностью. И даже внучку взял на руки. Хоть бы к добру, ни к худу перемена такая, думала Меланья, раскладывая на рушник хлеб, чеснок и свежую огородину, пупырчатые огурцы, зеленый лук с головками, и каждому по одной репе и по три морковки, до чего особенно охоч был свекр. Из корзины достали кринку сметаны и вяленое сахатино мясо прошлогоднего убоя. Ишь, как супица! Забавляется с внучкой Прокопий Веденеевич. Сунул в крошечный ротик внучке палец и удивился. Уж ли зубы режутся? Два зубика прорезались. Экой ранней да зубастой. На зубок-то надо бы гостинца купить. Погоди уже, завтра будем дома, сбегаю в лавку к Юскову. И тебе куплю на платье и на сарафан. Вырежу на погляд всей деревне. Кашемировую шаль куплю. Ой, что вы, тятя! Ничего! Жить будем! Погоди уже! Кабы Филя так-то! У Фили в кармане волки выли, да и те в лес убежали. Я хозяин в доме. Прислон ко мне держи. Я и так, тятенька. Жалеть буду. Потому в первородном виде явилась ты ко мне, но не из рук матушки. Со мной быть тебе. Фили на статья у скрытников. Или страх приобщить должно. Помолились и начали трапезу. А ты ешь, ешь, Миланья! Почевал Прокопий Веденеевич. Точно Миланья явилась к нему в гости. Сметану-то не жалей. И мясцо. Маловытная я. Пересиливай нутро. Ешь побольше, станешь потолще. Ах, кабы мне пополнять, как матушка. Ах, стись, не поминай паскудницу-рябиновку. Она завсегда была тельна, как корова стельна. А так и не разродилась добрым плодом. Как за сорок перевалила, так и утроба салом заплыла. Все от нечистой силы. Сахарной осыпью серебрились жневье и отава по меже, когда Миланья со свекром вышли с серпами дожинать рожь. Белесым пологом навис туман, над ржаными, с услонами по взгорью, а в низине, в лагу, он лежал, как перина, в серой наволочке и пенился. Вершины кудрявых берез торчали из перины, как золотые веники. Солнце проглядывало сквозь морок, и лучи его отсиделись на землю красной, будто кровь. Не разгибая спины, Миланья шла и шла по своей загонке с серпом, оставляя на жневье толстые, туго стянутые, с вяслами ржаные снопы. К вечеру дожали полосу, и Прокопий Веденеевич сплел в углу, на восток, отжинную бороду, а Миланья потянула ее, заколось и обеими руками, приговаривая, «Тяну, тяну ржаную бороду, отдай мне припек и солод, оставь себе окалину, окалину, окалину». «Расти, расти, борода», — вторил Прокопий Веденеевич, «расти, разрастайся, новым хлебом наряжайся, придем к тебе с серпами, сожнем тебя с песнями». Оставив ржаную бороду, в покое присели возле суслона передохнуть. Кругом по взгорью белеют, за платами пашни сельчан, утыканные суслонами, кое-где видны нежатые полосы, мучения многодетных солдаток. По врагу темнели заросли лиственного леса, прихваченные первыми заморозками. Прямо над головой летел косяк курлыкающих журавлей, еще выше — длинная лента гогочущих гусей. «Притомилась? Нисколечко. Проворная. Загляденье, как жнешь. Смольству жну. А я вот про жизнь подумал. Есть ли ей начало и конец? Неведомо. Смутность в миру великая, а твердости нету. Что к чему? Вот сицилисты объявились. И без бога, и без царя. Сами по себе. Жизнью помышляют перевернуть. А к чему? Старая крепость, самая верная. Ее бы надо крепить. А сила где? Нету. Миланья молчит, слушает. Подобные рассуждения не трогают ее, как далекие горы. К обеду завтра управимся с кладью ржи и домой. В баньке попаримся. Помолчали. Но не в зиму, рысаков попробую объездить. Емщину гонять буду в город. И ты со мной съездишь. Правда. Ой, как хочу посмотреть город. Большой, одначей. Сутолочный. Без ума и памяти. Одно греховодство. Сказывают, дома там большущие. Правда. Чего в тех домах? Стылость. В наших стенах теплее и просторнее. Хоть на палатах лежи, хоть на кровати. Сам себе старшой. Кабы вовсе отторнуться от сатанинского мира. Вот благость была бы. Пустынники живут так. Что пустынники? Вера у них куция. Без простора души. Нам бы со своей верой пустынность. Да чтоб ни одной семьей всей деревней. Да ведь у всех разные толки. То и грех. Кабы один наш толк утвердился. Опять помолчали. Но не явись ко мне, как во сне приключилось. Мелания сжалась в комочек, втянувшись спиной в сусло. Как тятенька? Тихо спросила, облизнув пересохшие губы. В рубище Евы. Грех-то, грех-то. Святость, тятенька. Жалеть буду, хвалить. Потому дороже всего на свете для меня теперь ты. Сынов окаянная рябиновка из сердца вынула. Может, Бог пошлет внука. Про Копию Веденеичу, надо бы сказать, сына. Но он еще не успел. А думать, кто ему теперь Мелания, жена или невестка. Что скажут, то что скажут, простонала Мелания. Плюнь на всякие наговоры, живи. Наша вера такая, у других этакая. Вот на Маркела Христофаныча чего не говорили. А он на всех начхал. И жил по нашей вере. Сопроси ней. Двух внуков заимел. Руки и ноги Мелании точно кто повязал железными путами. Сохли губы. А в глазах приютилась кротость, как у овцы. Что еще толковал свекор, не слушала. Шла к стану и не видела собственных ног. В броднишках, хоть и глядела в землю. После ужина, когда стемнело, Мелания залезла в стан. И долго кормила грудью Маню, покуда дочь не засопела. Укутала Маню в шаль. И положила конюнки. За пологом, закрывающим вход в стан, полыхал костер. Пламя то вздымалось ввысь, то болталось из стороны в сторону красными космами. Где-то там, возле костра, сидит Прокопий Веденеевич и ждет ночи. Шубы не греют Меланию, а злоб трясет. Кто-то скребется в изголовье мыши, что ли. День за днем Мелания перебирает всю свою жизнь. И кругом одно повиновение чужой воли. То помыкал родной тятенька, то братья, то свекор, то свекровка. То муж Филя, ничего-то я не совершила по своей думке. Вся из чужих рук, как фарту, кто наденут, то скинут и бросят. Ах, если бы Тима, вот я бы с ним. Царица небесная, что лезет в голову-то испугалась. Вспомнила по баску поселенцев про раскольников. Что ни дом, то садом, что ни двор, то гомор, что ни улица, то блудница. Может и правда старая вера самая греховная, спросила себя Мелания. С ума сошла, что в голову втемяшила. И поспешно сняла ковтенку, свернула ее комом и сунула в изголовье. На юбке намертво затянулся узел, и Мелания никак не могла распутать его. Рвала, силы не хватило. Выползла из-под шуб, нашарила в потьмах сер, призанула холщовую завязку. И юбка сама упала к ногам. И опять нырнула под шубой, как щука в омут. Тянется, тянется время. На пологе шевельнулась углистая тень. Заслонивший огонь костра, «О, Господи, благослови!» Раздался голос Прокопия Веденеча, и полог приподнялся. Мрак, тишина, тихое бормотание молитвы, слов не разобрать, хоть Мелания вся превратилась в слух. Приподнялся полог и дохнула морозом. Мелания не жива, не мертва. Шершавая ладонь легла на ее грудь. А зябла? Нет. Сердце что это? Экая ты худенькая. На Рождество явился из тайги Филя с охотничьей добычей, диковатой. Дядя Елистрах-пустынник довел Филю до религиозного иступления. На Меланию Филя не успел глянуть, потому и не заметил перемены в жене. Полчаса творил молитву, чем ни в малой мере удивил отца. Поклоны бил с усердием, не жалея лба. Потом выложил из мешков связки беличьих шкурок, трех первеющих соболей, добытых в Белогорье, шкуры росомахи и двух пестунов-медвежат. Отец хвалил Филю за удачливую охоту, расспрашивал про таежное житье-бытье, а Мелания собирала на стол, умышленно сторонясь мужа. Виноватость плескалась на ее щеках бордовым румянцем. Обычно Мелания держала голову вниз, трепетала перед свекром. Холщовые ковтенки и юбка на ней всегда были старенькие и заношенные. Теперь Мелания голову повязала кашемировым платком, и узел коз, небрежно сложенный на затылке, падал ей на шею. За такое святотатство родеть бы Мелании целую неделю. А тут еще новенький сатиновый сарафан, какой за всю бытность в доме Боровиковых в глаза не видывала сама Степанида Григорьевна. Под сарафаном сарпинковая кофта, перламутровые пуговки по столбику, и у запястья, как у грачанки. Но Филя ничего не заметил, зная себе бубнит про спасение души, что ни слова, тот рез. Косматый, нечесанный в грязном, лоснящемся рубище. Прокопий Веденеевич держал себя непривычно тихо, глядя на сына увольня косой вскользь. А матушка где? Опомнился Филя. Мелания вздохнула и пошла в куть к печи. Прокопий Веденеевич схватился за бороду, как за спасательный якорь, и, шумно вздохнув, сообщил, что матушку сатано уволок. Праведную веру отринуло, якосвинья рылом. Рябиновый крест нацепила ехидна, сколь лет таилась, прогнал нечестивку и заклятие наложил навек. Господи, прости, размашисто перекрестился Филя, вылупив глаза на тятеньку. — Значит, через Тимоху, через безбожника, какое совращение произошло. Я еще тогда подумал, оборотень объявился, а не Тимоха. И где он? — На войну? — утартал урядник. — Слава Господи! И тебя ищут казаки. Оборони Бог. Сам не замешкайся, а Бог оборонит потом. Когда подали, уйдешь от нечистого. Так я и так, тятенька Токма, на Рождество пришел, чтобы усладиться песнопением и про видение сказать. Про какое видение? Дяде или страху видение открылось? В Егорье Морозного ночью так вышел дядя Елистрах до ветру из избушки, и, глядь, небо раскололось. Крест образовался. И святые лики глянули с того креста, и ангелы с архангелами слетели на тайгу, истинный Бог. А после того дунул ветер, аж тайга ходуном заходила. И голос раздался из тверди небесной. — Сойду, грит, на землю, и сам буду вершить суд над неверными. Правые воскреснут, неверные изгинут. И небо закрылось. И потом на Варвару-Заваруху столбы показались на небе. Семь столбов, и все красные. И я то, — зрил батюшка. — Спаси Христе, — ойкнула Миланья. Дядя Елистрах говорит, свет представления будет опосля войны. И про наш тополевый толк сказывал. Гриб паскудный, непотребный и проснохачество. У Миланья выскользнула из рук обливная кринка и бухнулась об пол. Фили испуганно подскочил на лавки. И только сейчас, разинув рот, разглядел жену в нарядном сарафане и в кашемировом платке. Миланья наклонилась подобрать черепки и узел волос у нее разъехался на затылке, скатился, и толстая коса в руку толщиной свесилась до пола. Миланья подхватила ее и забросила за спину. У Фили от такой неожиданности слова застряли в глотке. Но тут раздался голос отца. Ах ты, чудище окаянное, за такие слова протолк наш в шею бы тебя из дома, чтобы у тебя язык отсох вместе с Елистрахом. Народила мне ехидна сынов, чтобы вам сдохнуть. Так я что, дядь Грит? Молчай, стервец, твоему дяде Елистраху, кобы не убег в тайгу в топоры, довелось бы на осень качаться. Ишь, сыскался праведник. Не он ли вошел в богатейший дом вдовы в Кижарте, а потом изгальство учинил над ее двумя дочерьми несмышленышами? Срам и стыд на всю правоверную окрестность, кобы не успел убежать в тайгу, до сей поры ходил бы в каторжных. Может, и сдох бы давно праведней. А я вот тебя на всеночную поставлю, умоленной, перед иконами, и будешь ты. Во дворе залаяли собаки. Чужой кто-то кинулась к окну Миланья. Знать облава догадался Прокопий Веденеевич в третий раз за нонешнюю зиму. Филя опрометью кинулся в жилую горницу и тут же вылетел обратно. Куда мне, тятенька? Кто-то отбивался от собак, потом раздался стук в сенную дверь. Миланья всплеснула ладошками и села на лавку. Тятенька, пропадать мне, что ли? Прокопий Веденеевич беспокойно озирался, не зная, куда спрятать Филю. Через двойные рамы, расписанные по стеклам узорами мороза, в улицу не выпрыгнишь. Тятенька, помилосерствуй, я же к святой пустынности приобщился. Куда я тебя сунул? К себе в штаны, что ли? Приобщился. Филя случайно глянул в цело печи. Тять в печь можно, а не сгорю там. Утре топили, лезь. Филя нырнул к печи, вынул железную заслонку и поспешно полез головою в цело. Еле-еле протиснул плечи и толстый зад, подобрал ноги, а Миланья прикрыла заслонкой. Перекрестилась и опять села на лавку, молитвенно сложив руки на груди. Пришлые люди ломились в сенную дверь и барабанили кулаком в ставень. Прокопий Веденеевич пошел открывать и вскоре вернулся с казаками, братьями Потылицыными, Андреем и Пантелеем, и с сельским десятником Савой Мызниковым из поморцев-новоженов. Поджарые пожилые братья в черных попахах, при саблях, в синих штанах с лампасами, вправленных в сапожище, на которые прицеплены шпоры, сыновья известного атамана, павшего смертью храбрых, издавна точили зуб на дом Боровиковых. Кто, как не Тимофей Боровиков, опозорил на всю белую елань Дарью Юскову, невесту младшего брата Григория? Старший брат под Харунжей, как только вошел в избу, не сняв попахи и лба, не перекрестив, потребовал огня, чтобы начать обыск в горнице. «Аль, сами объявите своего дезертира!» И подбоченись Потылицын уставился на хозяина. «Нет у мого разговора с Анчихристовыми слугами!» Отрезал Прокопий Веденеевич, заслонив собою дверь в маленную горницу. «Это мы Анчихристовы слуги?» Подступил к Прокопию Веденеевичу Андрей Потылицын. «Хожешь за такие слова? Моментом отхвачу бороду!» Прокопий Веденеевич смолчал. «Э, братуха, гляди мешок! Вот и бахилищи с собачьими чулками! А добычь-то, добычь-то! Ишь, сколько беличьих шкур! Забрать надо, как вещественность! Тут-то-ка он дезертир искать надо!» Под Хорунжей потянулся к висячей лампе. «Не трожь, Грю!» «Ты сивый что, в кутузку просишься, а?» Младший брат повернулся к десятнику. «А ну, бери лампу, посвети, Андрюха! Я дверь буду хараулить!» Савва Мызников потоптался возле дверей, но к столу не пошел, нельзя, верования разные. «А, чтоб вас громом расщепало!» «Выругался рыжебородый Пантелей!» «Дорожи дверь!» «Да гляди, выпрыгнет, сам на отсидку пойдешь!» Мелания заголосила. «Побойтесь, бога, люди! Разве можно к чужому столу прислоняться?» Старший брат вытащил из железного кольца стеклянную лампу и двинулся в Маленную горницу. Прокопий Веденеевич схватился за косяки руками. «Да!» Пантелей выхватил из ножен шашку и направил ее в грудь Прокопию Веденеевичу. «Реши, Ирод, а в Маленную не войдешь! Сатану паскудный! Не зришь души своей греховной! Убойся бога, сидящего на керувимах! Его же трепещут небесные силы и вся тварь со человеками! Един ты презираешь и неудобства показуешь!» Пантелей кинул в ножны шашку и подступил грудь в грудь к Прокопию Веденеевичу. «Ну, дай дорогу и зайди!» «А вот ты как!» Сицилиста вскормил и туда же в святые апостолы. Пантелей схватил Прокопия Веденеевича за руку, но старик так его толкнул в грудь, что бравый казак, гремя шашкою, отлетел к двери. Старший брат поставил лампу на подоконник и сгробастал Прокопия Веденеевича в охапку. Ему помог Пантелей. Прокопий Веденеевич пыхтел, изворачивался, не поддавался, но кто-то ему подставил ногу, и он упал. Братья-потылицыны навалились на него сверху, схватили опоястку Филимона и связали старику руки. Прокопий Веденеевич проклинал насильников, пинал их, а те скрутили ему ноги, уложили у порога под охрану Савы Мызникова. Сами двинулись в горницу. Два окошка закрыты на ставне, вся стена на восток заставлена иконами старинного письма. Братья почтительно перекрестились, перевернули постель Прокопия Веденеевича на узенькой деревянной кровати, но дезертира не нашли, перешли с лампой в большую горницу, а следом за ними Миланья. Ни под периной, ни под кроватью дезертира не оказалось. Нянька Анютка спала на деревянном диванчике. Девчонку не стали будить, вернулись в избу и поставили лампу в обруч. Под пол полезем? Погоди уже, понтюха, покурим. Андрюха вынул из кармана полушубка кожаный кесет и стал набивать трубку. Не сметь антихристы поскудить избу, закричал Прокопий Веденеевич, курите у себя в холливул, а в моей избе не сметь, грю, Миланья, дай им собакам по губам, по губам их, сковородникам и люхватам. Лежи, лишак. Ах, да что же это дейится, а? Али, у вас стыда нету? В избе это, в избе это курят. Ишь, подмигнул Андрей Пантелею, как у него раздобрела невестушка. Гляди, баба, он тебе старый сыч накатает горку. Как потом жить будешь, а? Аль по вашей-то полевой вере дозволено, а? Сатаны, помалковый леший, ишь, отпустил космы, собрать бы вас всех староверов, да разложить среди улицы, да влупить бы горяченьких и всю вашу веру разметать в пух-прах. Что брови лохматишь? Не по ноздрям говорю, ничего, обвыкнешься. Андрюха набил трубку, отделанную серебром и медью. Пантелей свернул цигарку. Высекай огонь, Пантюха. Пантелей достал из кесета кварцевый камень, отщепил ногтем от комка трута малую дольку, прижал ее пальцем большим на камушек и начал бить стальным кресадом. За взмахами руки лентую велась мелкая особь искр, но труд не загорался. Э, братуха, труд никудышный. А ну, десятник, достань уголек из загнетки. Саввамызников развел руками. Достань, говорю, огонек. По нашей вере, государи служивые, никак не можно прикасаться к чужой печи. Осквернение будет. Пантелей сам подошел к печи, но подскочила Миланья. Серянки достану, не срамите святое место, где хлеб печем. Пантелей потеснил Миланю, как бы ненароком упершись рукой в ее грудь. Попалась бы ты мне в Маньчжурии. Акстись, акстись, отскочила Миланья. Пантелей вытащил заслонку, протянул руку к загнетке и тут же отдернул. Нагнулся и посмотрел в цело. Там виднелась еще одна заслонка. Тронул рукою. Эгеге, братуха. Да тут чья-то выглядывает. Ебо, шире печи. Да ну. Пантелей вынул шашку и ткнул в толстый зад Филимона. А-а-а, завыл Филя. И шо, разок, кни, так, и вот так. Э, вон, где голубчик схоронился. Филя вылез из печи, весь в саже, как черт из преисподней. Только белки глаз и зубы сверкали. Слезы катились у Фили по щекам. И терялись в бороде. Как есть я, пустынник, никуда не пойду, вопил Филя, размазывая сажу по щекам. И сказал, спаситель, не убей. И я к тому сготовился. Сатанинское ружье в руки не приму. Примешь ли шаг, офицер? Ильфельфебель съездит разок-другой в зубы. Черт, а врут примешь, не то что ружье. По писанию то не дозволено. Тятенька, скажи им, я нутром хвораю. Сколь в зимове ты мучился. Там тебя вылечат, поторапливайся. Твой брательник-сицилист утопал. В дисциплинаху туда и ты пойдешь, образумишься. Увели Филю, ополоумевшего от горя. Он даже не простился с женою и дочерью. Мелания всплакнула для порядка. И во всю рождественскую службу со свекром ни разу не сбилась с торжественного песнопения. Соседки судачили. Не узнать Мелании. Ни печали в лице, ни тумана в глазах. Хаживала по деревне в шубке, крытой плюшем, в пимах, с росписью, романовских. В каких только богатые казачки фарсили по улицам стороны придивной. Соседка Трубина, встретив Меланию на улице, игриво подмигнула бесстыжим глазом. Радеешь со свекром-то? Грех жжет щеки и вяжет язык. Прокопий Веденеевич утешил. Наговор не слушай, оживи, как по вере нашей благодать будет. Стыд-то, стыд не сало. Кинут в щеки, ничего не пристало. Вскоре после Рождества Прокопий Веденеевич объездил молодых рысаков и, как обещал, повез невестушку в Минусинск поглядеть сутолочный город, а заодно купить в кредит в американской конторе сенокосилку и конные грабли. В деревянном тихом Минусинске пахло блинами и шаньгами, а в трехэтажном каменном доме юзковых, внуков бабки Ефимии, почтенные горожане справляли Новый год. Горели свечки на елке, мигали невиданные электрические лампочки, как назвал их Прокопий Веденеевич, сатанинские бельма, а в купеческих лавках от всякой всячины рябило в глазах. Нежданно он встретился с Дарьюшкой Юзковой. В нарядной беличей дошке, в фетровых сапожках и в пуховой шале, печальная и тихая, шла она улицей. И вдруг остановилась. Прокопий Веденеевич, проговорила Дарьюшка, и глаза ее распахнулись, ожидающие жалостливые. Он раза два мельком видел Дарьюшку в белой елане, потому и не узнал. Дарьюшка назвалась и спросила, есть ли какие известия от Тимофея Прокопича? Эх, хмыкнул старик, отторг нечестивца, яка змия, и вести от него не жду, а также письма с сатанинской печаткой. И пошел себе дальше, не оглядываясь. Из сердца вынул, из души выкинул. Сердился старик, недовольный, что Дарьюшка напомнила ему о меньшом сыне. Ишь, ты ждет вести. Богатейшая невеста, а окруженная. Чего ей приглянулся Тимка? Рассудить не мог. Зависть восьмая. На масляной неделе 1915 года, когда с Боровиковской горки ребятишки катались на санках, к Прокопию Веденеичу понаведался урядник юзков, как всегда важный, надутый, с накрученными усиками, при новой шашке, и как бы, между прочим, завел разговор о сыновьях Прокопии Веденеича, что и как. Прокопий Веденеич сперва отмалчивался, сопел в бороду, а потом не выдержал. Чего пристал? Филя, Филя. Аль не ведаешь, где он Филя? Пшей кормит, у сатаны в преисподней. Ну, а Тимофей как? Сицилист. Чего? Может, известие какое имеете? С Анчихристом в одной упряжке не езжу, грю и спрос не учиняй. В святцах мого дома имени Тимофея нету-ка, сгил я котлен. Правильное слово Прокопий Веденеич похвалил урядник. Кабы я знал, каким фруктом обернется Тимофей, я б его тогда еще в Могилевскую спровадил. И подкинул стрелки усиков. Из губернии, со жандармского управления запрос был. Разыскивают Тимофея, как сицилиста. Солдат подбивал, чтобы оружие повернуть на офицеров и восстание поднять. Чистый Пугачев. Розыск идет. Прокопий Веденеич не уразумел. Какой такой Пугачев? Эва. Усмехнулся урядник. Али не слыхали, как в самодревнее царствование Екатерины в Оренбургских степях, а так и на Волге, объявился Емелько Пугачев, какой назвался царем Петром Федоровичем и смуту поднял. Престол помышлял захватить. Да налобное место упредили. Руки отсекли, а потом ноги и башку, как и должно. Так и же, Тимофей, на престол попер сицилист. Изловят, четвертовать будут. Эко. Прокопий Веденеич асавела уставился на урядника. Правда ли, что Тинка на престол попер? Мыслим ли? И опять-таки, если умом раскинуть, от Тинки всего можно ожидать. Не из Родовы, а в Родову. Не раз слышал от покойного батюшки Веденея Лукича. А тот от деда Ларивона, будто сам Филарет был у справедливого сударя Петра Федоровича, духовником, и что они вместе поднимали войско. Теперь вот Тимофей объявился. Подумать, а? Филаретова кровь заграла. Молиться ли во здравии безбожника Тимофея и снять с него родительское проклятие или оставить все так, как есть? И про вас спрос был, продолжал урядник. Ответствовал. Отец Тимофея, говорю, не опознал безбожника сына, прогнал и палками бил. Не бил палками. Не самолично, а по вашему наущению тузили. Кабы тогда насмерть прибили, хорошо было бы. Становой сказал, зря не убили. Прокопий Веденеевич поднялся и, накручивая косичку сивых волос, ушел в Маленную. Вроде жалеет Тимофей-то, глянул урядник на Миланью. У Миланья один ответ, рупил ладошками на живот и глаза в пол. В деревне у Тимофей не покажется, бормотал урядник. Разве только к оторжанину, Зыряну или головне весть пришлет через попутчиков. Узнать бы, а? Ты бы сходила, Миланья, к Зыряну. Намеками стал быть так и сяк. Вроде беспокоишься, живой или нет, деверь Тимофей. Ни слова в ответ. Глухая, что ли? Миланья ушла в горницу. Тьфу, дремучий отродье вырвался Игнат Елизарович и ушел сердитый. Более всех встревожился отец Дарьюшки Елизар Елизарович. Вдруг Дарья встретится в городе с беглым Тимофеем. Меньшой брат охотно поддакнул. Все может быть, братуха. Дарья того только и ждет. Елизар Елизарович зверовато рыкнул. Тогда я тебе зоб вырву. Позволь. Без позволения икру выдавлю. Так и заруби на носу. Как я есть при исполнении должности. Кончится твоя должность, Игнашка. Через меня получил урядника и через меня мундир Сэмиш. Смотри. Твоя Дарья при городе, а я при Белой Елане, при ссыльных поселенцах. Как могу усмотреть? С Дарьей сам совладаю. А ты гляди. Чтобы она ни слухом, ни духом не проведала, что бандюга жив-здоров. Урядник не на шутку перетрусил. Он успел проговориться Боровиковым, что идут розыски Тимофея. Кабы похоронную сочинить, или какое письмо, как будто от дружка. Так, мол, и так, погиб. От ерманской пули Тимофей Прокопич и перед смертью просил, мол, передать поклон Дарье Елизарову. Елизаров. Елизар Елизарович подумал. Кому письмо-то? Для Дарьи. Башка. От такого письма Дарья на стену полезет, да еще в розыске ударится. Тогда похоронную. Через волость идут извещения про погибших. Похоронную можно. Боровиковым пошли, дойдет и до Дарьи. Одобрил Елизар Елизарович и, долго не раздумывая, махнул на тройке в Минусинск, привез непутевую дочь домой. Для Дарьюшки настала новая пора затворничества. Между тем, Игнат Елизарович сочинил-таки похоронное извещение на Тимофея Прокопича Боровикова и самолично проследил, дошло ли извещение до Прокопия Веденеевича. Минула неделя-другая, Боровиковы помалковали. Игнат Елизарович призадумался. Тут что-то не так. А вдруг Прокопию доподлинно известно, что сын Тимофей жив-здоров? Ворон ворону глаз не выклюнет, подумал он. Вся их родово паскудная. В Кандалы-Бодовострок, в тюрьму. Дарьюшка надумала открыть школу в Белой Елане, но грозный отец и слушать не стал. Кого учить будешь? Поселюгов и самоходов? Все люди Божьи, батюшка. Враки. Есть которые Божьи, а поселюги от дьявола происходят. Безграмоты для них сподобнее. Как-то на неделе после возвращения Дарьюшки в отчий дом из города дядя Урядник принес племяннице письмо на имя Прокопия Веденеевича. Почитай, повесели душу, умора. В волости животы надорвали. Письмо Филии и в самом деле было потешное. Спаси вас, Христос, родитель мой, батюшка, Прокопий Веденеевич, а также и жена моя, Миланя Романовна, с дещерью моей Маней. Во-первых, в строках прописываю, какие я претерпел мучения во славу нашей праведной веры. Из волости увезли меня с езертирами в Минусинск, где первонаперво обрезали срамными ножницами мою бороду, так и в лосы на башке. Ужаснулся, и когда возрился на образ свой в зеркале, истый сатано, ухи торчат, как два ушата, и голова колючая, и бороды нету-ка. И возроптал я оки болящей, Господи, за что караешь? Аль я Содомовец какой? И не было мне ответа. А после того призвал меня Фильдхебель, и вопрошает, грамоты сподобился? Ответствую, сподобился через родителя своего, Прокопия Веденеевича, проживающего в Белой Елане. Тогда Фильдхебель дает мне гумагу и говорит, садись, пиши высокому благородию, полковнику Радалову, что будешь справно воевать за царя и отечество. Ответствую, не можно писать так, вера не дозволяет. Как я есть старой верой, какая на земле от сотворения мира, так и жить буду. И винтовку в руки не возьму, и стрелять в людей не буду, так заповедовал сам Господь, не убей. Фильдхебель за такие мои слова учинил мне побоище, и в зубы бил кулаками, и в грудь, и в голову, а потом пхал ногами. И я то стерпел, батюшка, и молюсь я, Господи, возверни мне праведный образ, не доводи до погибели живота мого, и нету мне ответа. Лежал я три недели в заперти под замком, и кожиный раз под вечер вызывал меня Фильдхебель, и разные там благородия Ахвицеры, и спрос учиняли, говорили, чтоб отрекся от веры, взял винтовку, да я такого согласия не давал. И меня лупили нещадно, телесность моя вся посинела, как чугунная стала. Кожинную ночь молился, родитель мой, Прокопий Веденеич, чтоб Господь заслонил меня от Ирода. Тятенька, родитель мой праведный, не забывай про меня в своих молитвах. Мучаюсь я, тятенька, денно и ночно. В городе Ачинске, куда пригнали меня с езертирами, спрос учинил высокое благородие. Да я не отрекся от праведной веры, просил, чтоб возвернули домой паки болящего. Не возвернули. Одели в шинелю солдатскую и посадили в телячью вагону под замок, и повезли по железной, со штрафными на упокой. Тот фельдхебель много раз вызывал меня из вагону и учинял изгальство. А того не разумеет, что я есть раб Божий и все могу стерпеть, якосам спаситель на кресте. Тятенька, родитель мой праведный, топеречем проживаю я при городе Смоленске. Заставили меня робить при лазарете, как я отказался от винтовки. Кожиный день, тятенька, с войны привозят в лазарет солдатов и благородиев, у которых ноги оторваны, у которых руки, а у которых внутренности повреждены пулями или снарядами. Ужасть! Чистые упокойники. Я роблю при бане лазарета, дрова заготавляю, топлю баню, воду грею. Провизия есть и хач добрый, но я живу воздержанием, особливо, когда пост. Таскали меня к начальнику госпиталя при золотых погонах и сам без волосов на голове, а в один глаз вставлял стеклушка, когда меня разглядывал. Упал я им в ноги и возмолился, чтоб пощадил мою телесность. Высокое благородие вынул стекло из глаза и вопросил, какой я верой. В том кабинету, когда меня привели, сидели дохтура, мужчины и женщины в белых халатах. Прописываю тебе, родитель мой, какие я ответы давал высокому благородию. Первонаперво спрос такой. По какой причине я, Боровиков, отказался брать в руки винтовку и не пошел убивать поганых немцев? Ответствую. Как я исповедую веру Филаретову и особливо тополевый толк, то нельзя мне брать ружье самочинно без дозволения батюшки, родителя моего, который старую веру соблюдает? И опять высокое благородие спрашивает. Какая такая вера Филаретова и так же тополевый толк? Ответствую. Самого праведника у Филарета не видывал, царствие ему небесное. От родителя свобо слышал, что Филарет на свет народился, опосля сотворения мира Господом Богом и проживал в благости в земле, поморской, возле самого Спасителя. И где та земля не ведаю, должно, где рай Господний, там и поморья, говорю. Все доктора в смех, а высокое благородие сказал, что земля поморская не там, где рай Господний, а в Российской империи и за поморья, говорит, надо воевать с немцами. Если дойдут немцы до поморья, и рай изничтожат, бери, говорит, высокое благородие винтовку и воюй за рай Господний за поморья. Смущение напало на меня, батюшка. Уж ли поморья в нашем царстве-государстве? Не можно, то думаю. Сатана хитростью пеленает, чтоб с веры совратить. Сказал высокому благородию так, про поморье не ведаю и где оно. Родитель мой сказывал, что праведник Филарет заповедовал единоверцам, смерть примите, а за царя за бар и дворян потому бар и царь от нечистого народились. За такие слова высокое благородие шибко рассердился и сказал, что я не просто дурак, а дурак скоромыслом сицилиста, как наш Тимох вроде. Перепужался я до ужасов и все молился Господу Богу, чтоб помиловал мою душу грешную. А высокое благородие приказ отдал, пусть, говорит, санитары пропарят его в бане, меня, значит. Заволокли меня в ту баню, сами в шинелях и в фуражках, а я голышком, положили на полог и стали бить двумя вениками. Били, били до полного бесчувствия. Вся спина моя волдырями покрылась, и петь я, родитель мой, Прокопий Веденеевич, перенес телесность и две недели валялся в солдатском бараке вверх спиной, как только не помер Господи. «Тятенька, родитель мой, про что, про что сам Господь не ведает, должно. Пропиши мне, тятенька, как вы там проживаете, есть ли приплод от нашей живности, как от буренки, как от чернушки, как от камолой и от овечек так же. Война и шохлещица, слыхивал, будто наших бьют нещадно, и многие гибнут, где их хоронят неведомо, в лазарет убиенных не возю, упаси меня Бог от такой погибели. И ты, мила, не молись, как я есть мужик твой». И шо бы писал, да почта возропчик. Жду весточки от родителя своего Прокопия Веденеевича. Остаюсь жив и покеливо здоров. И того вам желаю, Филимон Прокопич. Дарьюшка хохотала до слез, читая послания телесно умученного праведника, часто повторяя «Тятенька, родитель мой праведный». «Ах, Филя, Филя, Филимон Прокопич, какой же ты смешной, жалкий, прозрачно-хитренький и такой беспомощный». Вспомнила Тимофея «Он совсем не такой, как Филя, господи! Как бы я рада была узнать, где он сейчас муж мой!» Улучив минуту, спросила у вездесущего дяди-урядника. Игнат Елизарь подумал, покрутил усики и тогда уже сообщил, что Боровиковым будто бы было известие о погибшем. «Неправда, неправда, дядя!» воскликнула Дарьюшка. «Я бы чувствовал, если бы он погиб. Нет, нет, не верю». Игнат Елизарь подсказал, чего, мол, проще пойти к Боровиковому узнать. В тот же час собралась Дарьюшка, пошел проводить ее сам Игнат Елизарь. И каково же было удивление Игната Елизарь и Дарьюшки, когда в ограде их встретил неломкий старик Прокопий Веденеевич и, не выслушав даже, погнал прочь на дворе. «Ступайте, сатаны, ступайте, не будет мого разговора с вами. Ежели спросить хотели про Тимофея, ступайте вон. Сын мой не из ваших кровей, и интересу для вас нету-ка». И ушел в дом. Боже мой, боже мой, кусала пухлые губы Дарьюшка. Дядя Урядник грозился, что он подведет линию и под самого старика Боровикова. Он ему покажет, как порочить мундир Урядника. «Не властью надо карать людей, дядя», возразила Дарьюшка. «Открыть бы школу, и люди росли бы совсем другими, добрыми и образованными. Не школа, а плеть надобно для Боровиковых. Погоди, уже дождутся порки». Минуло много времени, и Дарьюшке довелось прочитать еще одно вскрытое письмо Филимона Прокопича. «Спаси вас, Христос, тятенька, родитель мой Прокопий Веденеевич. Топереча другой год доходит, как я принимаю мучения, и нету мне весточки от вас. Моя жизнь муторна, кроме раненых, которые в тифе. Вшикиш, мякишат, кужасть. Должно и я захвораю, потому что все, кто робит при бани алисанитарами, в тифу слегли. Тятенька, родитель мой, пропиши, Хаша, единую весточку, чтоб дух мой не смущался от страшных видений. Ужли никто...